Привет, мои студенты. Сегодня в нашем сообщении расскажу интересную историю из области искусственного интеллекта. Во-первых, современный момент войны выставляет нас повысить требования и пересмотреть свое отношение к тем искусственным интеллектуальным техническим системам, которые мы разрабатываем и которые используются у нас в практике и промышленности и военном деле. Такие системы здесь я имею в виду. Я имею в виду здесь системы автоматизированных камерных линий сборочного производства, а также военную систему типа ПВО, противораспетной обороны и другие такие наземные и морские интеллектуальные системы обороны. В этих системах, увы, хорошо нам известны. Они включают в себя, во-первых, целый ряд датчиков, физических параметров, окружающей среды и тех объектов, которые мы отслеживаем. Ну или рабочих органов, ну или рабочих органов, или целей ПВО, противокосмической обороны. Вот эта система датчика, она позволяет оценить эту правильную установку и принять решение в центральном процессоре, в центральном ОМ, принять решение по управлению, получиванию механизм. механизм. Также элементы механизм. Также элементы механизм или проливую машинами, средствами управлением ковядами, о террасетах и других системах. То есть исполнительные механизмы, датчики, устройства обработки и информации. Вот поскольку скорости очень резко выросли, скорости теперь будут достигать десятков километров в секунду. Типа конец, который неодержимо будет по скорости примерно 10-30 километров в секунду. операционных пунктов оценок и реализации в Индии. Вот поэтому перехват этих объектов мысловляет нас пересмотреть всю труппуру этого системы ПВО и ПРОВ. Я здесь не буду вдаваться в подробности. Основная проблематика вам весна, связанная со скоростями движения объектов. Ну так же и в промышленности. Время, конверт, можно работать быстрее, сборка должна быть быстрее, в единице времени должно обучаться больше продуктов. Хоть сельхоз, хозяйственные, хоть промышленные продукты и другие. Промышленные обработки, химические продукты. В химической промышленности, в энергетике у нас имеются достаточно опекающие процессы, которые требуют искусственного интеллекта. Времени искусственного интеллекта. То есть скорости, большой скорости при нем повышении, а также, что особенно важно, колоссальной надежности. Что при современной сфере, конечно, объяснить невозможно. Вот здесь структура какая должна быть, в принципе, на мой взгляд, новая структура. Должна, кроме центрального процессора, вот эта идея высказывалась давно, она еще высказывалась послуживанием деятелям науки и техники профессором Смоловым, который был завтрашиванием деятелям науки и техники, имени Ильянову Ленина, который брали. Он высказал в мусор, его школу рассказывал в мусор, что интеллектуальная часть вот этого искусственного интеллекта, частью должна быть принесена в периферийные органы. То есть датчики, исполнительные механизмы должны также обладать определенным интеллектом для повышения надежности и безопасности всей системы в целом и для ускорения процесса обработки информации. То есть часть интеллектуальных, вычислительных, обрабатывающих смысл должно быть перенесена на датчики строительных механизмов. Система должна быть с распределенным интеллектом, а не только в центральной посредственной участке. На эту мысль также меня натолкнул мой собственный опыт, который я могу назвать как эффект петуха. В свое время, на излете перестройки, в итоге Горбачевщины, в Минирную нашу, где у нас был участок, приехал батюшка, лицей Кудмич Годунов, священный служитель, который приходом заведовал, в церковном православном петухе. Он приехал к нам в гости в Пасху и привез огромного красного петуха, видного яркого такого огромного петуха. Вот этот петух, он был очень злой, конечно, этот петух. И в ограду, если зайдешь в ограду, то он обязательно набрасывался и клевал по страшной стене. Повлетал высоко и мог клянуть. И вашего покорного суббота клюнулся. Или иной части. И так клюнул, в общем основательно, весь клюк погрузил туда, в это место мне. После этого, конечно, мама приказала этого петуха зарубить в сутки. Что мы и сделали. Как процессы происходили. Это, конечно, юмор, но техническая сторона этого вопроса следующая. На полине, на пеньке отрубили к петуху голову. При этом петух, он сразу, конечно, крылья не сложил, а наоборот. Петух вырвался из рук. И с огромной скоростью пролетел на забор. Забор высотой примерно метр шестьдесят. И при этом он встал ногами на штакетных заборах. Точностью на штакетных заборах. Естественно, он находился без головы. Кровь не стала из шеи. А голова лежала около пенька. Естественно, там же она была отрублена. Вот такие вещи. Ну, значит, у кого воображения нет, я тут нарисовал, чтобы вам было ясно. Вот этот петух. Вот он так на заборе не задержался. Видите? А голова на пеньке, тут где-то в сторонке не придет. И при этом он стоя на штакетинах, он большим шумом лопал крыльями. И продолжался это довольно долго. Пока, видимо, вся кровь из него не зашла. И силы за хлопотку не было. Тогда он только упался к ней забор. Ну, и что, по-моему, не упало, снова. Вот такие дела по надежности. Какая мораль-то в этом юмористическом рассказе, довольно суровом рассказе? Какая здесь мораль? И в чем песня-то состоит? А песня-то вот в чем состоит. Что вот центральный процессор, но голова. Она была отдельна от туловища. При этом он полностью посадил ориентировку. То есть он был каким-то образом. То есть у него органы зрения, мозг, вся часть датчиков. Органы слуха и вкуса и так далее, и так далее. Все ощущения датчики были обрублены у него все. Что у него осталось? Осталась картина окружающего мира, у него картина. И по этой картине ориентируется внутренне. Которая находится, видимо, уже не в центральном процессе. А где-то может быть в другом месте. Может в области его сердца и так далее, внутренне. В общем, где-то находится, и эта ориентировка позволяла ему как раз он спрыгал на эту статью. И при этом очень точно. Безошибочно. То есть так, как будто он был с головой. Вот я не случайно привел, потому что мы начинаем большую тему. Если Бог даст мы, то мы будем, мы рассмотрим эту тему. Тему искусственного интеллекта. Современных технических применений, конечно, технических систем. К чему я здесь веду? Что нам надо додать нашу систему, накладку. Точно такой же надежности, как вот в этом эффекте ПТФА. Вот такое сообщение этого введения, как бы, вот это понятие, что с ним будет. Это второе замечание. Первое было, когда мы рассматривали пирамидальную сборку. Ну и там мы соединили сборку и сортировку применительно к работе дерева. К собственному искусственному интеллекту. Но все на земле, все то, что от полгода на полу, это не искусственный интеллект. Согласно эти книги, книги Матери. В начале там был создан следующий, потом следующий и так далее. В конце концов создал человека из прасы земного. И из ко мне. Так написано в видео. То есть наделаю вам людей из ко мне. Если надо надо. Вот такие дела. И здесь вывод какой. Вывод какой делается. Что там же в Библии вы сказали. Подпознай себя и довольность себя. Ну, там себя то, наверное, сложно сразу так подглавать. Хотя успехи в этом направлении огромные. Хотя ж дни бы нулевые. Сказал, что успехи огромные и дни бы. Даже отрицательные. А вот узнавая вот окружающими. Каких-то растительных, деревьев и животных. И животных, и животных, и насекомых и так далее. Мы старые пребывающие в понимании себя самих. Нашего интеллекта и связи. Как мы связаны с нашим миром. Такими связями. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вы поняли мои мысли основные. Вам разрабатывать эти системы через 25 лет, через 35 лет. Вы знаете. Главными конструкторами и так далее. Вот это замечание, конечно. Может быть, вам поможет для того, чтобы подойти к совершенственному вниманию этого вопроса. Посмотреть на эти вопросы в другой точке с другой. И, может быть, у вас внесет и находятся новые разработки. В частности, системы техники. Эту систему техники. Большое спасибо еще раз за внимание. До свидания.